10 сентября 2017 года состоятся выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края 6-го созыва. В преддверии единого дня голосования в силу вступили изменения, внесенные в федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ. Тем самым определен срок и порядок подачи заявления о включении избирателя в список по месту нахождения. Более подробно об изменении в избирательном законодательстве нам рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Славянская Анатолий Чумаков. На сегодняшний день каждый избиратель, находясь, то ли он находится на основном месте жительства, то ли он за пределами места жительства, он может написать заявление и по этому заявлению проголосовать на том избирательном участке, где он будет находиться в момент именно голосования 10 сентября. Если избиратель находится у нас здесь и знает, что он уезжает в командировку, он пишет заявление, получает это заявление и с этим заявлением пойдет там, где он будет находиться. Если избиратель уехал за пределами нашего района, Славянского района, он может обратиться в любую территориальную или участковую избирательную комиссию для того, чтобы получить там, написать заявление, и его включат в сыске избирателей уже непосредственно по месту его нахождения. У нас, в нашей территориальной избирательной комиссии, значит, если есть люди, которые будут уезжать за пределы Славянского района или округа нашего избирательного округа, они могут обратиться к нам в территориальную избирательную комиссию. У нас имеется пункт приема заявлений, который будет работать ежедневно. У нас будет работать он, здесь в территориальной избирательной комиссии находится, с 26 июля начнет работать по 4 сентября. Также может каждый избиратель обратиться в участковую избирательную комиссию, значит, он может обратиться с 30 августа по 4 сентября. И в исключительных случаях, когда избиратель вот срочно отправляют командировку, он может получить или написать заявление непосредственно в участковой избирательной комиссии и проголосовать на избирательных участках, получить специальное заявление. Значит, будет заявление с специальной маркой, вот такое заявление. Он может его получить и проголосовать только на тех избирательных участках, которые будут определены избирательной комиссией Краснодарского края.